Друзья, всем огромный привет! Мы с вами продолжаем проходить сборочку Аграринс Кайс 2. Как помните, в прошлом выпуске мы занимались чизбургерами, немножко там как раз позанимались Applied Energistics. И, честно говоря, я бы хотел как можно быстрее пройти эту сборку, потому что сборка старая, она у нас с вами на 1.7.10. И я просто её как бы поставил, чтобы посмотреть, интересно ли это будет моим зрителям. Во-вторых, посмотреть вообще, ну, вспомнить всё, что здесь есть. И самое простое, что мы с вами сейчас можем сделать, это на самом деле, чтобы пройти сборку, пройти полностью ботанию. Тут, на самом деле, ещё впереди и Таун Турки, то есть Таун Крафт и Пчёлы, Applied Energistics нужно добить. Тут дофига ещё всего, то есть выпусков будет много. Просто, чтобы не растягивать, чтобы не сидеть и полностью ботанию не изучать в рамках вот этого как раз прохождения, мы с вами всё-таки будем проходить задания. И давайте заниматься именно ботанией, в школе мы её так серьёзно затронули. Тем более, здесь осталось сделать всего несколько цветочков, их на самом деле гораздо больше. Но мы сделаем именно эти. Вот такой дневной цветок мы с вами делали. Как помните, он делается очень просто, два жёлтых, один светло-синий и один оранжевый лепесточек. Забавно, я, видимо, вначале зарасходовал все лепестки, так что пришлось сейчас всё это дело добить, кроме одного, если не ошибаюсь. Здесь какого-то не хватает, ну да ладно. Нам с вами нужно два жёлтых, один оранжевый, один светло-синий. Теперь кинуть сюда одно семечко. Есть, получаем с вами цветок, выполняем задание. То есть нам просто нужно было выполнить задание, вот и всё. Соответственно, давайте заходим с вами ещё раз в батания. Забираем ещё два дневных цветка. Ну, в принципе, почему бы и нет. Просто сейчас с вами посадим их вот здесь где-нибудь. Им просто нужно солнце, раз, два, три. Они должны были автоматически подключиться к раздатчику. Всё нормально. Ну, то есть потихонечку, очень-очень медленно набирается. То есть, как помните, в Адагартензии вот просто вот каждый раз тыркаешь, а он уже набралось. Так вот, то есть там серьёзно, гораздо серьёзнее набиралось. Пускай хотя бы так набирается. Мы с вами идём дальше. Нет, не батания. Нам с вами нужна книжка с заданиями. Открываем. Следующее задание это Водогартензия. Типа, блин, вот это досадно. Они у меня все полностью сгорели. Соответственно, Водогартензия делается два синих лепестка, два бирюзовых и манопыль. Секундочку. Это у нас с вами светло-синий. Вот эти два синих. Точнее, это бирюзовые. Вот это синие и манопыль, которая у нас с вами где-то здесь есть. Нужно немножко воды. Хорошо. Погнали. Раз, два. Раз, два. Теперь манопыль. Добавляем сюда семена. Получаем Водогартензию. Выполняем задание. Получаем ещё одну. Сделали. Тем более, можно это на самом деле посадить. Теперь это раз, это два. Пускай будет ещё мана. И, естественно, мы с вами что-то там ещё получили. Сейчас не обратил. Вот. Ещё одну бутылочку. Дальше идём. Ну-ка. У нас с тобой орефлора. То есть, это цветок, который потребляет, если не ошибаюсь, манну и даёт руду. Вроде как да. Давайте рудноцвет по-русски. Давайте посмотрим, как он делается. О-хо-у. Пыльца феи. Подожди. Жемчуг маны нужно кинуть в портал. То есть, всё-таки мне придётся сделать сегодня портал. Но я так и думал, что мне придётся его делать. Потому что он по заданию мог где нужен. Я тут немножко косякнул. Это всё пошло нафиг. И, соответственно, вот у нас с вами эльфа-мания. Портал Вальхейм. Много-много лет назад эльфы делили мир вместе с нами, майнкрафтерами. Однако, по неизвестным причинам, они были изгнаны обратно в свой мир Эльфхейм. То есть, нам нужно сделать портал. И можно с ними будет обмениваться как раз ресурсами. Нам понадобится три самородочка. Жизни-дерево. Изготовление природных пилонов. Это ещё самородки. Око-эндора. Чтобы сделать ядро эльфийских врат, нам с тобой понадобится. Вот так, вот так. И вот так вот. Это получается вот такая штукенция. То есть, айн-момент. Мне нужно сделать абсолютно всё из них. Здесь ещё понадобится тарасталь. Ядро нужно только одно. И то, слава богу, ядро понадобится... А, вижу, ядро разместить по центру. Дальше жизни-дерево. Светящееся жизни-дерево. Как у нас с вами делается? Давайте вобьём. Оно делается из жизни-дерево, и светящейся пыли. Нам нужно всего три. Три пыли. Получаем светящееся жизни-дерево. Получаем такое жизни-дерево. Соответственно, всё-таки строить с вами портал будем вот здесь. Вот мы отсюда просто цветы с вами заберём. Я немножко расширил, потому что я так прикинул, что этого нам на самом деле за глаза. Соответственно, как вы помните, нам нужно было поставить вот так вот. Вот это отсюда можно убрать. Нет, не вот это, секундочку. Вот это, вот это вот отсюда нужно убрать, если не ошибаюсь, да? А, так. Земля. Земля, вернись. Идёшь сюда. И вот это тоже долой. Дальше, сверху мы с вами ставим светящийся. Вот здесь вот, и вот здесь вот. Вот так, вот так. Дальше. Так, так. Вот так вот. И вот так вот. Всё. И вот это тоже убираем. Вот так должна выглядеть рамка для портала. Если не ошибаюсь, да, я всё правильно сделал. Перед ней стоят два бассейна. В принципе, можно это ещё раз провизуализировать. Ну-ка, секундочку. Давай-ка мы с тобой это дело вот так вот разместим, да? Вот так вот, раз. Да, всё правильно. Соответственно, они должны быть на возвышении в один блок. Вот тут вот стоять. Давай-ка мы с тобой это дело пометим. Соответственно, вот здесь вот, да. Бассейн это, на самом деле, очень просто. А вот пилоны. Но мне кажется, мне хватает. Ты расстали? Мне нужно всего два пилона. Пилон маны. Shift-левую клавишу мыши, чтобы увидеть мана-алмаз, золото, талант. Так просто, камон. Я думал, что будет гораздо сложнее. Давай, всё просто в моносталь превращаем. Есть, хорошо. Погнали. Мана-алмаз. Дальше. Вот так вот мы с тобой кладём моносталь. Что там ещё нужно было? Просто золото. Соответственно, золотишко пошло сюда. Получаем пилоны. Раз-два, раз-два, раз-два. Дальше пилоны. И окоэндора получаем природные пилоны. Вот, теперь сделали. Можно поспать. А то чувствую я какой-то подвох в этом во всём. Так, секундочку, ещё раз. Давай, ставься раз. Ставься два. И нам нужна мана. Сколько маны, непонятно. Ну, просто накачаем, сколько сейчас получится. Давайте. Светло-серый. Пыль. Два коричневых. Красный. Теперь семена. Семена закончились? Семена закончились. Вот здесь четыре семени как раз. Отлично. Раз. Это первый цветок. Получаем с вами небольшое достижение. А что происходит с водой? Вода-то с ума сошла? Почему-то заканчивается бесконечный источник. Я сейчас этого не понял. Также нам с вами понадобится два распространителя маны, чтобы они туда передавали ману. Честно говоря. Кстати, мы можем просто чисто маргаритка. А это чисто маргаритка. Это не то. Секундочку. У меня какие-то лепесточки есть про запас? Ну вот, это возьмём на самом деле. Давай. Разломаем. Подложим. Положим вот сюда. Наоборот. Получаем два распространителя. У нас с вами есть пламя края. У нас с вами есть достаточное количество на самом деле здесь угля. Я не буду сейчас заморачиваться по тому, чтобы делать автоматическую подачу угля. Потому что это сейчас здесь не нужно. Уголь просто забираем. Кстати, есть цветы, которые питаются, например, лавой. То есть можно рядом как раз лаву поставить, но так же как воду. И они будут ей питаться. Ну-ка. Секунду. Распространитель раз. Здесь. Распространитель два. И пошли цветки. Цветки пошли раз-два. Раз-два. Соответственно. Цветочки кушайте. И вы тоже кушайте. Нам теперь с вами нужно быстренько вот это все настроить. Распространитель вот сюда. Распространитель вот сюда. Цветки должны быть подсоединены. Но все нормально должно быть на самом деле. Как видите, распространитель наполняется гораздо быстрее, чем вот там вот. Но все равно недостаточно быстро, чтобы наполнять бассейны. Я решил немножечко ускорить процесс, потому что он затянулся и досыпал туда цветов. Сейчас они там вовсю жгут. Но все равно это довольно-таки медленно. То есть, ну, смотрите. Пока что заполнение вот только такое, да? Мне интересно, а насколько здесь сильно? Ну, здесь неплохо, кстати. Ну, кстати, пока у нас с вами бассейн наполняется маной, мы можем с вами по заданию уже сделать вороток, потому что он разблокирован. Это у нас серые лепестки. Светло-серые. Красный корень. Это прям очень просто. И еще нам понадобится руна воздуха. То есть, если не ошибаюсь, рун воздуха у меня нету, да? Мне нужен ковер. Нитка ковер делается из шерсти. Хорошо, давайте сейчас быстренько сделаем. Пока здесь все это дело наполняется, мы это с вами успеем сделать. Так. Выкладываем с вами все сюда. Если не ошибаюсь, ага. Все правильно. Ты, пожалуйста, работай вот сюда. Здесь все готово. Кидаем камушек. Забираем с вами руну воздуха. Спасибо. И теперь у нас с тобой все почти готово. Секундочку. Руна воздуха. Это все есть. Нам просто нужно обратно к аптекарю. Тут я уже, как видите, разложил уголь. Соответственно, давай-ка раз, вода. Это добро. Так. Ну, придется хотя бы вот так вот пока что. Ладно. Ну, вот теперь нормально. Раз, два. Раз, два. Теперь положить туда любые семена. У меня есть алмангин, если не ошибаюсь, где-то под боком. Нет, я все потратил полностью. И получаем с вами вороток. Вороток может себя засасывать. Точнее, он засасывает все разбросанные предметы. И передает, если не ошибаюсь, в любой, ну, как бы, сундук, который рядом с ним находится. Вроде так. Честно говоря, уже плохо помню. На самом деле, он нам сейчас с вами прям не нужен. Здесь, как видите, уже почти заполняется первая шкала. Есть. Еще 18 сюда. 18 сюда. Нормуль. Ну, то есть, если строить свое выживание вокруг Ботании, то, естественно, они понадобятся. Но если ты этого не делаешь, то, типа, не шибко нужно. А здесь нам по-прежнему нужна пыльца фей. И никак, кроме вот этого дела, мы с вами, я так понимаю, получить ее не можем. То есть, нам просто жемчуг маны нужно кинуть в портал, получить оттуда пыльцу фей и все. То есть, это на самом деле очень просто. Оу май гад! То есть, подожди, подожди, подожди. Что там еще понадобится? Руна жадности, это алмазы и... Нет, это у нас с тобой... Да, руна жадности, все правильно. Воды, весны, лето, огня. Причем, вода, огонь у нас с вами есть. Вот они. Огонь, вода. Это весна. Прикольно. То есть, я могу сделать сейчас хотя бы вот эту вот. Секунду. Отлично. Руну жадности я уже могу сделать. Весна, вода. Мана алмаз, мана алмаз. Давайте сделаем. Теперь руна весны. Руна воды. Пошло наполнение. Делаем с вами руну. Секунду. Что-то, мне кажется, многовато выпало, нет? У нас руна весны и руна жадны. Чего сейчас произошло? Может они просто не тратятся? Ну-ка, подожди секундочку. Я, честно говоря, сейчас этого не очень понял. Давай-ка сюда. Ну-ка, рудно цвет. Мне нужна была руна жадности. Делается она из воды и весны. И они не потратились. Мне просто отдали руну жадности. Странно. На самом деле, я думал, что тратится. И теперь мне нужна, естественно, руна гордости. А это огня и лето. А вот лето я не сделал. Вот так вот тебе кажется, что раз, два, я сейчас все быстренько сделаю. Но на самом деле нет. На самом деле, все это очень много времени занимает. А мы можем поставить распространитель один на самом деле просто вот сюда, я думаю. Секундочку. Теперь подсоединить его вот туда. Все правильно. Достаете? Ну-ка. Раз, два. Достает. Раз, два. Достает. Все хорошо. Делается вот это сюда. И это вот сюда. Он передает туда. Можно на самом деле просто сразу раз и вот сюда. Все. И бассейн заполняется. Можно было бы сделать еще одну такую же фигню и вот там поставить. Но вот эти вот здесь у меня цветочки, пускай, просто будут про запас. Ну, то есть, если что-то испортится, они будут у нас с вами как запасные. Здесь что происходит? Здесь почти заполнилось. Мы активировать не можем. Нужно принести еще угля. Так. Они там жгут. Мы с вами возвращаемся обратно сюда. Выбираем этот цветок. Кстати, пока вот как раз сделаешь все эти руны, как раз там все соберется. Естественно, мы с тобой делаем руну гордости, да? Ну-ка. Руна огня. Руна лета. Огня есть. Лето. Это у нас с тобой земля и воздух. Воздух есть. Осталась земля. Манна пыль. Слитых моностали. Угольный блок. Окрашенный камень и гриб. Угольный блок. Это просто немножечко угля. Совсем чуть-чуть. То есть, это можно сделать по-быстренькому вот здесь вот. Так. Теперь нам с тобой нужно все это выложить сюда. Раз. Два. Дальше. Гриб. Пошел. И вот это вот добро. Вот это. И вот это. Все правильно. Теперь распространитель сюда. Распространитель сюда. Набирайся. Все. Прям очень хорошо набирается. Мне прям даже нравится, как это все идет. Здесь. Все хорошо. Все хорошо. Манна таблет. То есть, по большому счету, планшет. Это у нас такая штука, в которую можно накачать манну и типа налить манну в него, а потом перенести сюда. Ну, как вариант. Ну, как вариант. Но просто мы тогда всю манну здесь потратим, а она нужна для того, чтобы делать манну сталь, например, или еще что-нибудь, да? И если она вся закончится, как бы, ну, не очень хорошо. Соответственно, мы сейчас с вами быстренько делаем руну земли. Есть. Это пошло сюда. Руну отдавай. Спасибо. Что у нас там получилось? Две руны земли. Замечательно. Руна жадности у нас с вами до сих пор с собой. И забираем нашу последнюю руну. Хорошо. Готово. Ну, точнее, здесь все руны нужно подбирать. Это все мы с вами сделали. То есть, теперь у нас с тобой есть руна жадности. Руна гордости. И эти все руны пошли сюда. Ну, и, в принципе, жизнедерево, жизнекамень тоже пока что убираем. Нам остается сделать последнее. Просто открыть портал и закинуть туда. Я, честно говоря, забыл, что жемчуг маны. Жемчуг маны сейчас нужно сделать. Я, видимо, немножко ослеп, но мне показалось, что как раз бассейны должны стоять вот так вот в воздухе. Я, кстати, удивился. Сейчас я поставил еще раз им визуализацию, и они стоят на земле. Я не понимаю, как так. Как я этого не заметил. Ладно, ничего страшного. Сейчас быстренько перекинем с вами в планшеты вот эту манну все, чтобы не потерять. Переставим их на землю, перекачаем все обратно, и, по идее, тогда он должен завестись. С другой стороны, у нас с вами будет мана для того, чтобы он функционировал. Так что все будет нормально. А вот то, как я изначально поставил, мне даже больше нравилось на самом деле. Так что давай ставить, как все должно быть. Естественно, быстро перекачиваем все обратно. Так, секунду. Нормально, пожалуйста, закинься внутрь. Вот, отлично. То есть, сейчас абсолютно точно чуть больше половины будет. Ну что, попробуем открыть. Портал открывается и функционирует. Давайте выкинем сюда сейчас еще один планшет с манной, пускай он тоже разряжается туда. Все. Теперь, да даже видите, совсем чуть-чуть это потратило. Это потратило манны совсем капельку. И у нас с вами получается вот такая красота. Ну блин, ну красота же. Только солнце. Вообще, на самом деле, это будет классно смотреться, мне кажется, ночью. Так вот. Секундочку. Здесь что у нас с тобой происходит? Битком? Нет? На самом деле, немножко подкормим все это дело, чтобы все-таки давало манну. Еще давай. Раз. Раз. Это отсюда забираем. Это здесь больше не нужно. И нам теперь просто нужно кинуть жемчуг туда внутрь. И мы оттуда получим с вами красный корень. Нет, не может быть. Подожди. Вот оно. Фух. Пыльца феи. Отлично. Портальчик стоит. Портальчик красивый. Вообще шикарный. А нам нужно было сделать рудноцвет. Соответственно, это у нас с вами рудно-жадности, гордости. Просто кинуть в аптекарь. Фух. Слава богу, что не в алтарь. Потому что это было бы сейчас на самом деле очень жестко. Так. Давай, набираем с тобой чуть-чуть водички. Сюда. Дальше. Красный корень. Это добро. Руна гордости. Вот, честно говоря, обидно, что это все сейчас исчезнет. Помимо этого, зеленый один. Вроде серых два. Сейчас проверим с вами. Честно говоря, сейчас я тут сбился. Фух. Да, я уже, честно говоря, устал. Да, зеленый один, серых два. Ну что ж. Желтый лепесток. Красный лепесток. Добавьте семян. У меня хоть какие-нибудь семена есть? Вон, семя арбуза. Нет, семя арбуза я не буду тратить. Подожди. У меня на самом деле вот здесь, вот, секундочку, вот. Есть семя сахарного тростника, но мне не нужно. Кидаем и получаем с вами рудноцвет. Жесть какая-то. Просто жесть. Хорошо. Получаем с вами награду еще один и жизнекамень. Как я и сказал, здесь написано, что за счет маны он будет генерировать обычные руды в близлежащих камнях. Соответственно, он не сгенерирует ничего бесценного, но лучше, чем ничего. Лучше, чем просто сидеть на месте. То есть, в большом счете, он нам не нужен, честное слово. Дальше у нас с вами есть вот такой вот цветочек, тупо мельник. Ну ладно, хорошо. Он просто сдувает. И здесь нужна руна воздуха. Красный корень. Ну, вот это гораздо проще. Руна воздуха у нас с вами должна быть. Руна воздуха. Мы сейчас с тобой, знаешь, что сделали? Мы только что с тобой закрыли полностью ботанию. Кроме вот этого задания. Эльфийский распространитель маны. Это все очень просто. Элементий это всего лишь два слитка монастаря. То есть, раз, два. У нас с вами, кстати, маны сейчас там просто вот там завались. Полетели. Нам один же элементий нужен. Честно говоря, я не понял. Да, один элементий. Дальше. Древесина мечтаний. Это просто жизнедерево, брошенное туда. То есть, нужно шесть жизнедерево. Оно полностью закончилось. Нужно будет еще сделать. Это вообще не беда. Выкладываем. Да что ж, я все время не так кладу. И получаем эльфийский распространитель маны. И вот теперь-то вот такой распространитель маны можно вот отсюда забрать. Секундочку. Давай-ка мы с тобой возьмем вот это дело. Забираем. Ставим. Блин. Нужно сейчас теперь блоки сюда ставить. Хорошо. Давай поставим парочку блоков. Раз, два. Так, теперь. Да, наверное, три уж. Раз, два, три. Вот это добро пошло вот сюда. Вот это все выкапываем с тобой. Заходим, забираем слитки теростали. Я не знаю, они в принципе пригодятся, если дальше двигаться по ботании. Но мы же ее полностью выполнили. Куда двигаться? Я просто хотел вот что показать. Мы с вами сейчас... Где у меня посох? Подключаем цветочек Гурморилис к нему. Мы, наверное, еще немножко займемся ботанией чуть позднее. А может быть и нет. Не знаю. Кормим Гурморилис. А тебя подключаем вот сюда. Он распространяет просто ее гораздо быстрее. В разы быстрее, чем обычный. Как видите, он успевает полностью очиститься. Конечно, Гурморилис прям там жестко его наполняет все равно. Даже для такого хорошего распространителя это довольно-таки сложно. Если мы с вами поставим здесь систему, что постоянно в него с определенным как раз в промежутком времени будет поступать еда, то у нас с вами вот такие бассейны будут заполняться просто с неимоверной скоростью. Ну и естественно нужно, чтобы парочку таких эльфийских распространителей стояло. Как понимаете, они довольно-таки дешевые. Давай, хавай. Я тоже перекушу. У нас с вами начался дождь. Давненько не было. Я прям даже, честно говоря, не ожидал, что мы с вами все это сегодня сделаем. Сделали и портал, и сделали абсолютно все фишки из ботании, которые предложены как раз вот этими заданиями. Но там на самом деле гораздо-гораздо больше всего, потому что там есть магия, там есть кольца, там есть оружие, есть естественно броня, инструменты, куча всяких разных посохов. У каждого посоха свои фишки. Давайте пока что все вот это убирать сюда, кроме моего топора, который мне еще пригодится. Так что пока что временно мы с вами ботанию откладываем, это задание выполнено. Возможно, мы к ней вернемся в какой-то другой сборке, потому что есть более свежие сборки с более свежими модификациями на версии 12.2, в которых, если не ошибаюсь, бота не используется. А дальше мы будем переходить, я даже не знаю, может быть сделаем МЕ-сеть в следующем выпуске. На этом пока что все. Если понравилось, пожалуйста, поставьте лайк, не забывайте подписываться, чтобы не пропускать новые выпуски. Удачи, друзья, пока. Увидимся в следующем. Субтитры создавал DimaTorzok